В Иркутской области В Иркутской области В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма проводят в общеобразовательных учреждениях города профилактические мероприятия, направленные на знания правил дорожного движения. 11 октября не на словах, а на деле. Дорожные полицейские продемонстрировали ученикам городской гимназии номер один, как правильно переходить пешеходный переход, обозначение цветов светофора, куда лучше прикреплять светоотражающие элементы. Рассказали, как они помогают в темное время суток. Наушники из ушей мы должны вытаскивать. Это очень важно. На велосипеде мы должны понимать, как двигается большая машина, какой шум, маленькая машина. А для этого из ушей наушники вынимаем. Мы не подходим. Мы стоим здесь и смотрим. Обязательно, чтобы здесь все было чисто. Никакой автомашины, ничего не стояло. Не загораживал наш оборот. Так, ребятки, теперь мы тихонечко проходим. Проходим. Машина. Так, она остановится. Она остановит. Ничего страшного. Ребят, пошли. Главная цель таких уроков – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе. В завершении мероприятия педагоги образовательного учреждения поблагодарили автоинспекторов за интересное и полезное занятие. А школьники пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать ПДД. 699 жителей Иркутской области из числа детей-сирот получили социальную выплату на приобретение жилья. 416 из них – в 2022 году. Еще 15 человек подбирают жилые помещения. 21 – жители региона. Заключили договор купли-продажи. Оформляют документы для получения социальной выплаты. Всего в текущем году в областном бюджете на предоставление соцвыплаты предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. Обеспечение жильем детей-сирот остается приоритетной задачей правительства Иркутской области. Для этого работаем в трех направлениях. Приобретаем готовые квартиры, строим жилье и предоставляем социальную выплату. В 2022 году планируем обеспечить жильем не менее тысячи человек, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам информируют о закрытии до 1 мая навигации на реках Иркутской области, за исключением реки Ангара, где движение судов будет прекращено 1 декабря. В соответствии с частью 1 статьи 11.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управление судном, в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации, с нарушением ограничений по району и условиям плавания, влечет административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Инспекторами ГИМС в настоящее время проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах. Осуществляется постоянный мониторинг обстановки на акваториях и информирование населения о возникающих опасностях. Специалисты рекомендуют судоводителям провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить места их хранения в зимний период и не допускать выходов на воду в период закрытия навигации. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отправило первые единовременные выплаты жителям региона, призванным на службу по мобилизации. Ее размер составляет 100 тысяч рублей. Управление соцзащиты по городу Устилимску и Устилимскому району работает с семьями мобилизованных граждан, а также принимает заявления на единовременные выплаты от беженцев-пенсионеров и на семей с детьми. Точечно работаем с семьями мобилизованных. Еще раз напоминаю, что я готова принимать все проблемные вопросы по телефону 3-60-93. Лично я буду курировать эти вопросы и надеюсь, что мы вместе решим все, что возникает в семьях мобилизованных. Кроме того, продолжаем принимать заявления на единовременные выплаты у беженцев-пенсионеров. Напоминаю, 10 тысяч рублей получают те, кто прибыл в наш город и является уже пенсионерами. Шесть таких выплат уже осуществили. И семьям с детьми единовременно на каждого ребенка 4 тысячи также выделяем. Поэтому, если есть такие люди, пожалуйста, обращайтесь в социальную защиту. Выплаты будут произведены. Также хотела обратить внимание всех. Городецкая Галина Семеновна, бывший директор Центра помощи, выезжает из города. Назначен новый директор Малышева Галина Альбертовна. Телефон тот же 3-87-89. Галина Альбертовна много лет была заместителем у Галины Семеновны. Поэтому работа продолжится так же. Планово, спокойно, еще раз, телефон 3-87-89, если возникнут какие-то вопросы. По поручению главы при Ангаре Игоря Кобзева и в местах дислокации наших резервистов работают сотрудники Министерства соцразвития, военного комиссариата Иркутской области. Совместно они актуализировали списки мобилизованных граждан, включенных в состав части. Уже отработано порядка 1600 человек. До конца недели эта работа будет завершена. Отметим, мобилизованные, направленные на дополнительное медицинское обследование, в списки не включены. Кроме того, идет формирование списков на выплату ежемесячного денежного довольствования. По указу президента, все мобилизованные, включенные в состав части, приравнены к военнослужащим по контракту. Жительницы Иркутской области смогут пройти курсы сестринского дела. Их организуют специально для женщин-волонтеров, которые хотят оказывать помощь по гуманитарной миссии в госпиталях и больницах. Мужчины выполняют боевую задачу по защите рубежей нашей Родины и мирного населения. Но и наши женщины не хотят стоять в стороне. От них в правительство региона поступил ряд обращений, которые выразили свое желание научиться сестринскому делу. Инициатива об организации курсов поддержана «Единой России» на федеральном уровне. В Приангарье проектом занимается заместитель секретаря рекотделения партии Наталья Дикусарова. Глава региона поручил в ближайшее время определить, на базе каких образовательных и медицинских учреждений будет проходить обучение. С 7 по 10 октября в Иркутске проходил межрегиональный турнир по ушум в дисциплине «Саньда» Кубок Азии. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Приморского краев и других регионов страны. Среди устилинцев победителями стали Маргарита Коновалова, Даниил Светлаков, Василина Безусяк, Даниил Жигадло и Арсений Клеменок, воспитанники тренера Лидии Веревкиной. Карен Манукян, Артур Гетманов, Илья Калистратов, Артем Безотечества, Варвара Самойлова, тренер Олег Завиркин. Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город».